всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть я похудела уже на 43 килограмма и в своих видео я делюсь своим личным опытом сегодня я отвечаю еще на один ваш вопрос какими сложностями мы столкнулись в начале похудения конечно же не буду лукавить сложностей огромное количество но я вам расскажу мои топ-5 самых сложных сложностей с которыми я и мой муж потому что он тоже худеет столкнулись на своем пути сразу хочу сказать что путь долгий достаточно сложные потому что со 120 до 77 я шла более двух лет и конечно же сложностей было много итак начинаем мой номер один номер один это первое время отсутствие результатов потому что когда ты начинаешь по нашему методу питаться конечно же организму нужно время на перестройку и я с этим столкнулась как никто другой вес мой стоял первое время три целых месяца то есть не как там 100 200 грамм возможно в одну в другую сторону ничего с весом не происходило конечно же это являлось сильнейшим демотиватором потому что я правда старалась прикладывала все усилия к тому чтобы изменить свой образ жизни налаживать питание налаживать режим труда и отдыха в общем делала много всего нужного и полезного том числе гуляла на улице и так далее а результатов я не видела и так как мы все приучены да к тому что должен быть результат и результат должен выражаться в цифрах тот момент я не обращала внимание на такие результаты как то что я стала себя лучше чувствовать немного все-таки лучше стало выглядеть то есть начали уходить объемы и допустим отсутствие с утра кирпича в желудке это уже тоже результат тогда я этого не понимала и все что я понимала что идти еще очень долго так как я вешу 120 дорога предстоит очень длинная практически невозможное мне нужно сделать и так далее поэтому конечно для меня самым сложным еще было принять то что так нужно жить долго и для того чтобы потом не иметь проблем со здоровьем и чтобы вес туда-сюда не скакал то есть достичь здорового веса его сохранить и продолжать жить так придется всю свою жизнь и в тот момент я не видела плюсов так как я только начала и только вступил на этот путь я конечно же видела одни минусы это было очень сложно мой номер два это срывы я уверена что с ними сталкивался любой человек который решил изменить свою жизнь разобраться со своим пищевым поведением и конечно же снизить свой вес поэтому срывов в начале было огромное количество срывы конечно же были следствием первой причины потому что ты не видишь результатов периодически думаешь о боже я такая бедная несчастная тут веду здоровый образ жизни уже два месяца а ничего не происходит и тогда случаются срывы они были у меня и у мужа это абсолютно нормально конечно же после срывов ты как привык чувствуешь вину думаю что ты опять не справился как же у меня получится как же я пройду такой долгий путь и сейчас спустя два года я вам скажу что есть только одно решение этой задачи продолжать продолжать и еще раз продолжать другого не дано по срывов не стоит стесняться не стоит стыдиться это нормальная часть нашей жизни потому что у нас вот такие проблемы есть просто продолжать а теперь мой номер три номер три это ужаснейшее непонимание разлад в семье почему потому что вес у нас был огромный и у меня и у мужа мы дружно весили каждый по 120 и вроде бы договорившись умом то понимаешь что это нужно для здоровья и так далее я и муж это понимали но сила привычек которые складывались годами тянула конечно же нас назад поэтому периодически был сама саботаж был саботаж когда я какие-то вкусняшки приносила и рассказывала что это я честно купила для детей естественно сама это все съедала либо муж в очередной раз решил приготовить какое-то замечательное очень сытное блюдо восточной кухни аргументируя тем что это он приготовит только один раз и вообще это практически полезно потому что он обожал готовить мясо естественно с большим количеством жира и так далее поэтому в тот момент когда твой партнер с которым ты договорился ведет себя не так как и вы договорились не в рамках договоренности конечно испытывать обиду злость это абсолютно нормально учитывая что ты просто находишься стрессовой ситуации так как ты меняешь как выяснилось потом ты меняешь всю свою жизнь это огромный огромнейший стресс от этого просто ты раздражаешься потому что ты заходишь в магазин и там со всех сторон на тебя смотрят шоколадки практически тянут тебе руки ну возьми меня и ты хочешь взять что это самое страшное у тебя текут слюнки и тебя либо муж говорит не смотри туда идем покупать то что нужно а потом сам что-то такое начинает делать о том о чем мы не договорились думаешь но я же молодец я же все соблюдаю а он плохой как он мог он предатель я не знаю в общем разрушитель мечт здоровом весе и так далее поэтому конечно это я сейчас об этом рассказываю с улыбкой на самом деле тогда это было очень сложно и для меня и для сергея огромное количество нас не было столкновений разных по степени накала но они были практически ежедневно во всяком случае еженедельно точно не бывает идеальных людей идеальных семей идеальных ситуаций не было такого что мы с ним посидели решили и все пошло как по маслу мы по-прежнему живем в реальной жизни мы реальные люди каждый со своим характером недостатками привычками не всегда полезными искры в общем летели посуду не били экономили и так мой номер четыре это голод голод первое время был постоянным спутником потому что когда у тебя неполадки с пищевым поведением естественно я сейчас говорю о своем опыте ты привык закусывать перекусывать что-то где-то съесть на ходу заживать в общем я думаю каждый человек у которого такие же проблемы как и у меня понимает о чем я сейчас говорю потребление чего бы то ни было было постоянным потому что это и успокаивало и так далее и когда ты несчастный человек огромная женщина остаешься 11 с голодом это ужасно потому что организм расстроен он не привык питаться по режиму и голод ты чувствуешь постоянно это опять вгоняет стресс и поэтому конфликта со второй половиной конечно я постоянно заглядывала в холодильник между приемами пищи пытаясь там тщетно кстати пытаясь там что-то найти чем можно было бы эдаким закусить честно скажу сейчас когда готовилась к этому видео я вспомнила что когда мне было совсем плохо я открывала сайты доставки еды и смотрела на какие-то в общем бургеры роллы в какие-то в общем не знаю колбаски зажаренные на масле и думала вот ну представьте насколько я была не готова к тому с чем столкнусь я думала вот я достигну здорового веса и тогда вот у человека мечты зачем может мечтать такой человек как я и тогда я смогу в неделю есть что-то такое и вот этим я себя успокаивала сергей сейчас сидит за камерой смеется это на самом деле было так и в этот момент он ходил в комнату видел сумасшедшую жену которая смотрит в экран с доставкой еды которую мы естественно мы не будем доставлять ему тоже от этого становилось не весело совсем не весело поэтому голод это нормально кстати вот здесь появится видео топ-5 лайфхаков проверенных на нашем личном опыте что делать если вы поели а голод остался с вами обязательно посмотрите там очень много полезной информации для таких людей как мы поэтому голод это нормально обязательно с ним нужно справляться потому что если вы будете пытаться да там с помощью силы воли и так далее его перетерпеть то мы возвращаемся к причине номер два будут срывы постоянные потому что с голодом нужно учиться разбираться и номер пять номер пять это та сложность которую мы создали еще естественно вообще все свои сложности жизни мы создали сами это наши дети потому что дети естественно питались также как и взрослые мы с мужем то есть они понимали что есть замечательная еда и покупать яйца шоколадные сюрпризами каждый день это норма потому что тогда мы соберем коллекцию игрушек и все будут счастливы а мне достанется половинка яйца огромное количество сейчас начну перечислять того то мы употребляли сами и конечно же делились нашими детьми младшая дочь газировку конечно никакую не употребляла старшая просто обожала потому что я ее постоянно покупала приносила в дом младшая пила постоянно пакетированные соки которые как я сейчас знаю это просто взрыв сахара и ничего больше доставка еды которую мы заказывали это что во время какого-то шопинга можно замечательно зайти перекусить в ресторан быстрого питания я думаю то о чем я сейчас говорю знает каждый родители с этим сталкивались многие плюс это не расценивается к сожалению на данный момент в нашем обществе как какое-то нездоровое поведение не расценивается так что у детей со временем формируются неверные пищевые привычки как допустим было у меня и когда вырастут дети то они собственно говоря получат все те проблемы которые были у нас поэтому мы конечно столкнулись с огромным непониманием и это абсолютно нормально потому что мы сами приучили детей есть сладости пить газировку соки заказывать какую-то еду картошку free и так далее поэтому конечно дети смотрят на тебя голодными глазами но я сейчас утрирую конечно и не понимают почему всем там где-то в школе дают деньги родителей и они покупают шоколадки ты рассказываешь о выдающейся пользы фруктов и овощей сама в это время периодически ругаешься с мужем либо муж ругается с тобой в общем детям конечно в этом смысле тоже пришлось туго потому что они честно не понимали почему сладкая жизнь закончилась почему на праздники новогодние ты говоришь бабушкам что не нужно приносить сладости что праздник это праздник это семья это какие-то положительные эмоции это общение но не гора конфет шоколада и какого-то сиропа которым все это можно полить поэтому конечно дети тоже постоянно просили сейчас тоже периодически бывает это абсолютно нормально но хочу сказать что в пятницу я забирала злату из сада и она пока ждала меня в беседке они гуляли так сейчас лето она съела яблоко и всем садике рассказал насколько полезны яблоки их нужно обязательно употреблять а еще они содержат полезный сахар и мы с воспитательницей так поговорили наград я так поняла вас пропаганда дома работает на полную я сказала да поэтому тут опять постоянные объяснения разъяснения на вопросы то есть нет такого что вот теперь мы питаемся вот так потому что так правильно так тоже нельзя потому что нужно объяснять и объяснять и когда ребенок что-то там где-то купил не то на те средства которые мы выделяют в школе либо его там товарищи угостили ругать тоже не нужно на своем опыте скажу почему потому что это во-первых бесполезно во-вторых следующий раз ребенок просто не расскажет поэтому сейчас мы к этому относимся прочее и естественно все самые главные привычки ребенок в любом случае берет из семьи вот такое у меня получилось видео про пять сложностей которые были в самом начале я очень надеюсь что это видео вам было полезно потому что я знаю как важна мотивация в самом начале насколько это нужно для вас поэтому если вы тоже испытываете те сложности о которых я рассказала поставьте пожалуйста лайк и конечно же я жду ваше мнение в комментариях какие сложности самые сложные для вас потому что все люди разные у всех разный характер разные привычки и конечно же у кого-то сложности такие же как у меня а у кого-то наверное свои поэтому обязательно поделитесь вашим опытом потому что это очень важно для всех членов нашего сообщества с вами была мария мироневич я желаю всем любви добра и конечно преодолевать сложности